доброго времени суток интереснейший случай сейчас мы рассмотрим вот на этом примере так получилось что вот здесь плохо берет фокус возьмем чуть дальше вот вполне хорошо видно и так что здесь находится это очень длительный процесс введения японского опенка из материала который был куплен как показали множественные пересевы то сам материал был изначально заражен поэтому каждая попытка высевать этот материал на агаровую среду давала всегда инфицирование значит было выращено небольшое количество грибов японского опенка которые выросли в чашке петри потом из этой чашки этот гриб был изъят и посеян в пробирку как видим в пробирке самой наблюдается два вида роста одна вот какая-то серо-зеленая такая фигня сверху внизу гриб и если посмотреть с другой стороны то здесь наблюдается тоже вот такое повреждение агаровой среды и сейчас я объясню что это такое значит здесь инфекция которая находится вот в этой пробирке почему она сюда попал во первых когда я делал посев вот этого гриба я ехал командировку и вспомнил что меня вот такой грибочек растет в чашке я понял что где-то через неделю если я вернусь то этот грибочек уже придет в негодность на самой чашке поэтому пришлось быстро его высевать лаборатория к тому времени было абсолютно не готова мне не было времени по моему да это селось не в ламинарном шкафу в открытом помещении ясно что край пробирки прожигали с пробкой потом забросил просто сюда вот этот гриб гриб кстати рост на чашке петри тоже с инфекцией вместе но они инфекция была немножко другого плана чем вот эта серая значит процессе такого быстрого посева неаккуратного инфекция попала на агаровую среду значит неделю назад когда я посмотрел что происходит с этой пробиркой то было значит замечено два таких момента то есть в нижней части вот здесь тоже была вот такая зеленая фигня скорее всего это тригодерма и сверху пол пробит пол агаровой среды было занято тоже зеленый вот этой плесенью которая нарастала по поверхности агаровой среды и посредине был белый мицелий естественным образом понимаем что это скорее всего был японский опенок значит на сегодня я запланировал он стоял ламинарном шкафу ламинарный шкаф там закрыт под стеклом стекло то есть закрыта шторкой и каждый день я не наблюдаю что происходит там пробирках но через неделю я решил сегодня его пересечь когда я посмотрел на эту пробирку то заметено очень интересное явление нижняя часть вот этой зеленой культуры полностью заросла мицелиям японского опенка и верхняя часть еще не заросла но как видим культура очень мощная самого мицелия и вот уже приблизительно от этого места до вот этого места как мы как вы видите так она здесь пробовать взять фокус фокус взять нет фокус к сожалению в пробирку не хочет фокусировать на автомате сейчас секундочку мы попробуем все таки более так пристально так и сейчас мы возьмем фокус вот саму пробирку это очень интересный случай вот какая красота вот она наша пробирка вот так было было бы лучше рассказывать так вот смотрите что произошло в нижней части вот здесь где была зеленая триходерма скорее всего это и верхней части видим мицелий опенка начинает это поглощать вот здесь уже четко видно что вот здесь мицелий самого опенка занял уже одну треть вот этой что будет дальше будем наблюдать за этой пробиркой что мы-то дальше будем с ней делать такой вопрос вот к вам на засыпку вы над этим вопросом подумайте чтобы вы делали я скажу что я собираюсь не сделать понятно что с такой инфекцией вот эта пробирка является бактериологическим оружием ни в коем случае нельзя такую пробирку вскрывать как кто называет главбоксе или в ламинарном шкафу естественно что выпускать споры этого джина внутрь ламинарного шкафа ни в коем случае нельзя поэтому с грязными такими пробирками работаем и в грязной среде то есть будем просто в условиях лаборатории ну там подготовлены без всяких там условностей сейчас мы будем эту пробирку прогревать и в дальнейшем что я буду делать с этой пробиркой я хочу ее оставить в том виде в котором она есть я хочу посмотреть что будет происходить дальше вот с этими целями куда пойдет дальше рост и как тут будут развиваться события очень интересно но я специально вот там чуть дальше вот потом сделаю резкость значит вот здесь отставлена чистая агаровая среда так для чистоты эксперимента покажу вот чистая агаровая среда и сейчас вот на чистую вот эту агаровую среду я возьму малюсенький соском вот из этого места скребочек возьму самого мицелия опенка и попробую его инокулировать вот на агаровую среду так вот сейчас мы берем этот штативчик и сейчас мы сделаем вот такое интересное мероприятие с этим опенком я уже вожусь где-то полгода не потому что все так трудно а потому что просто нету время не доходит мне руки до этого опенка он у меня как-то так вот так вот так вот еще покажу хороший пример изготовление лабораторных петель модификации макса селера это медицине всякие там способы пирогово спасу кукурска они все назывались по фамилиям вот когда-то может мою петлю для микологии у меня есть такое видео тоже назовут моим именем потому что вот мое изобретение вот этот ножик и сверху вилка для накалывания культуры это очень удобно сами ручки изготавливаются из обыкновенной велосипедной петли вот как она выглядит в оригинале теперь смотрите ручка для петли делается вот так вот нехитрым способом просто загибается и вот нас получается вот такие изящные лабораторные петли самодостаточные и больше ничего для их изготовления не нужно смешно выглядят вот эти лабораторные петли в медицинских магазинах медтехники деревянными ручками какими-то кудесническими и с лаком обработанные ну вот такая вот интересная до сих пор они такие продаются так нам нужно будет для соскоба вот такую вот такую петелечку нам нужно будет как она там выглядеть видите руки меня желтые от лизоформина всегда у миколога руки желтые если вы будете заниматься микро микологией будете использовать лизоформин то у вас руки будут тоже желтые но и смотрите как насколько удобная вот эта петля ее можно спокойным образом опускать любые дезинфицирующие растворы можно там ее сразу прожечь то же самое делаем вот и прожигаем спирт так она со спиртом хорошо выгорает так прокаляем так вот эта штука у нас прокалилась после этого готовим наши пробирки для того чтобы для того чтобы не сгорала трону рукой для того чтобы не сгорали ватно-марливые пробки в спиртовке я делаю например так обрабатываем без раствором и меньше будет пыли с них лететь потом пробку прогреваем хорошо над спиртом и так бинт не будет сгорать и заодно он подсушивается там хорошо обрабатывается инфекция хорошо мы обработаем само стекло особенно вот эту пробирку с этой трикодермой ну что тут сейчас бактерии вижу но уже все посевы сделаны естественно что такие мероприятия мы всегда делаем самом конце в самом конце лабораторных работ потому что мы вскрываем довольно таки что там видно меня вот потому что мы вскрываем такое бактериологическое оружие внутри лаборатории то сначала все посевы были сделаны то что у нас запланировано и наконец можем уже заняться всякой такой ерундой там введение японского опенка так более-менее у нас обработана берем теперь петлю так хорошо прожигаем еще раз такая случай когда нужно будет нам вскрыть две пробирки одновременно так значит делаем отбор материал сначала вскрываем так вот тут ну лучше желательно чтобы вот этой пробиркой не хлопать ничего ничего то что она там задымилась желательно хорошо и обработать чтобы инфекция у нас не попал внешнюю среду так теперь стараемся поменьше касаться всего там на кончике так чтобы на кончике самой петли есть немножко гора нам этого достаточно чтобы его поместить в эту среду далее здравствуйте так ой вы знаете я забыл я его из это просто у меня лабораторные работы я вот здесь вот как раз сосредоточился тут на пассив сейчас одну секундочку я уже закончил сейчас честно сброшу ну все все сейчас одну минуту хорошо так вот и все это мероприятие наше закончено мы внесли маленький кусочек вот этого агара будем будем надеяться что мы его петлей не сожгли хотя все может быть что-то она была какая-то горячая я не знаю давайте в принципе мы тут ничего не теряем там один фиг полгода возимся еще полгода повозимся ничего страшно не знаю может что-то среда плавилась от петли мне кажется может быть она была перегрета то на кончике там такой маленький кусочек этого гора что он сгорит что он мог расставиться просто сейчас мы возьмем еще небольшой соскоб я очень не в самый этот момент очень осаждение пробку не этот момент очень самому интересный потому что внутри находится вот это триходерма естественно наш туда выделяет массу спор для размножения то есть проследить за тем что будет происходить в процессе вот самой петли там инфицирования даже так для общего развития понимания очень интересный процесс ноги нужно сказать что именно в лаборатории я занимаюсь одним очень таким интересным вопросом который звучит приблизительно как иммунитет у мицелия грибов вот я изучаю такой вопрос наличие иммунитета мицелия грибов все знают что иммунитет есть у человека он защищает его от инфекций как это происходит именно у самих грибов относительно значит иммунитета значит иммунитета мицелия если этот мицелий японского опенка поглощает культуру вот это зеленая ерунда значит он с ней знаком значит у него каким-то образом выработана к это защитная реакция который позволяет поглощать или расти по значит вот этой инфекции очень интересный момент получается очень вообще с такой биологической точки зрения очень занимательное такое вот рассмотрение вот этого вопроса если он поглощает его здесь то что будет происходить если мы высеем его в пакет то есть он будет знаком с этой инфекции и встречая ее он естественным образом будет ее тоже поглощать то есть она ему не страшно вот такую полезную информацию мы можем подчеркнуть из даже скажем так не чистой культуры таких исследовательских целях мы можем позаниматься этим вопросом здесь видим поврежденные уже мицелий самого гриба немножко мы его поковыряли посмотрим что будет происходить и вот этом месте и посмотрим как вот эти две культурки будут зарастать естественно понаблюдаем у нас тут два посева таких маленькие вот это мицелия посмотрим сожгли мы первый вариант или не сожгли это важно для того чтобы в дальнейшем используя петлю чтобы выработать рабочий режим знать как работать и чтобы результаты были закономерными они случайными вот такая вот очень интересная публикация появилась следите за каналом ближайшее время там будут еще добавлены очень интересное видео о том как читать вообще как читать значит там на чашках петри будут очень интересные примеры будем разбирать там озвучивать что на них там вот выглядит а с вами бы был макс селлер был да вот всего самого наилучшего видео как всегда получилось какое-то длинное у меня пространственные какие-то такие изложения но имеющий уши услышит глаза увидит кому не нужно тому и не нужно